Уже скоро начнется учеба. Столько новой канцелярии, которую хочется взять с собой, но подходящего пенала так и не нашлось. Отличный момент сшить его своими руками. Тут я попыталась изобразить из каких деталей будет собран этот пенал. Это примерные размеры, высота 20 сантиметров и ширина в закрытом состоянии 9,5. В процессе по шиву размеры немного скорректировала. Для верха я использовала образцы ткани для мягкой мебели. Этот материал достаточно плотный и хорошо подошел для моего пенала. На подкладку я взяла вот такую полосатую ткань. На верхние срезы большого и маленького кармана я пришила косую бейку. Складываем дно подклады, большой карман, маленький карман и лицевое дно пенала. Сшиваем детали вместе. Вот что должно получиться. На этом этапе отснятый файл повредился и процесса сборки увы не осталось. Я вырезала из плотной бумаги деталь с половины пенала и приклеила в тканевой основе на двусторонний скотч. Сверху детали с синтепона. Сострочила все вместе. Синтепон будет держать форму, а бумага позволит пеналу стоять. Теперь берем карманы и сшиваем боковые края с основной деталью подклады. Должна получиться такая труба. Далее прикладываем дно подклады и зашиваем. Вот так это выглядит. Молнию я взяла от старой сумки. У нее красивые собачки и один конец уже зашит. Молнию пришиваю к подкладу, оставив небольшой хвостик посередине. Оставленный хвостик молнии позволит пенал полностью раскрывать. Подклад между молниями я подвернула. А теперь сшиваем лицевую часть готовой подкладкой. Сшиваем вдоль молнии. Вот пенал почти готов. Вверх пенала можно загнуть наружу для того, чтобы удобнее было доставать предметы. А плотная бумага позволит пеналу стоять на столе. А теперь самое сложное. Нужно зашить дно. Все припуски заворачиваю вовнутрь, а также прячу концы молнии, чтобы бегунок в дальнейшем не вылетел. Ну вот работа и закончена. Пенал довольно вместительный. Можно положить ручки, карандаши, небольшую линейку, ластик. Скрепки можно прикрепить к карманам, чтобы потом их не искать. А сейчас я вам покажу, как можно сделать такую закладку всего за несколько минут. Резинку оборачиваем вокруг книги с небольшим натяжением и отрезаем получившуюся длину. Концы резинки сшиваем между собой. Из фетра я вырезала две одинаковые звездочки. Теперь нужно эти звездочки приклеить к закладке. Между ними прячем шов резинки. После полного высыхания клея нужно прошить получившуюся звезду. Это не даст развалиться конструкции при использовании. Прошить можно как на машинке, так и руками. Вот что у меня получилось. При создании такой закладки можно использовать разные цвета и формы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.